Книга «Открытым оком». Тема «Богослужение». Вопрос 3132. «Почему мы должны какого-то безбожника поминать на каждой литургии в церкви?» – говорю про Пилата. «Разве нельзя убрать эти слова о нем?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Можете не петь веру в единого Бога, но если вы верующий, то все равно будете распятие Иисуса Христа увязывать с конкретным временем, с конкретными лицами. Потому и поминается Пилат, чтобы и безбожники не могли переносить дату распятия, как они любят это делать, подтасовывая даты, что вроде бы Евангелие написано не в первые века. Вроде бы пророчества написаны после их исполнения. Например, мне так и слышится в пасхальной песне «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробях живот дровав». Вместо слова «во гробах» нужно было бы петь «во Христе». Это много объемнее и намного вернее было бы. Но так не будет, и я пою по-прежнему, как все. А в душе так и поется «сущим во кресте он жизнь дровал». В гробах, находившемся, он дровал жизнь при своем воскресении. И еще было лишь единичный случай. А спасение, жизнь вечная, даруется только живущим во Христе, ибо тогда-то человек и получает жизнь. 2 Коринфянам 5.17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, все новое. Теперь все новое. Понтий Пилат. Понтиус Пилатус. Римский прокуратор иудеев в 1926-1936 годах. Правления жестокого коварного Понтия Пилата ознаменовались насилиями и казнями. Налоговый и политический гнет, провокационные действия Понтия Пилата, оскорбляющие религиозные верования и обычаи иудеев, вызывали массовые народные выступления, беспощадно подавляющиеся. Понтий Пилат приговорил к распятию Иисуса Христа, при этом взял воды и умыл руки перед народом, использовался, то есть старинный иудейский обычай, символизировавший невинность в пролетии крови. Отсюда выражение «умыть руки». После жалобы самаритян на кровавую расправу, учиненную над ним Понтием Пилатом, в 1936 году римский легат в Сирии Вителей отстранил его от должности и осправил в Рим. Дальнейшая судьба Понтия Пилата неизвестна. Согласно Евсевию Кесарийскому, в IV век Понтий Пилат покончил с собой. По другим сообщениям, Понтий Пилат казнен нейроном. Первоначальная враждебность христианца к Понтиям Пилату постепенно исчезает, и раскаившийся и обратившийся к христианству Понтий Пилат становится героем ряда новозаветных апокрифов, и коптская церковь даже канонизировала Понтия Пилата и его жену. Образ Понтии Пилата нашел отражение в художественной литературе, например, мастера Маргарита Булгакова, прокуратора иудеи Франца, и в изобразительном искусстве, например, Христос перед Пилатом Рембрандта, что есть истина Ге, библейская советская энциклопедия. Имя Пилата упоминается на страницах четырех Евангелий пятьдесят пять раз, и что сказал Пилат и себе, то скажем, и о символе веры. Веры написано, так и останется. Иоанна, 19-22. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Стихотворение Дуракам закон не писан, то есть тем, кто беззаконным стал. Тут раздолье колонкам и лисам. Ловят кур уже не по кустам. Им курятник словно дом родной. Режут кур и днем, и по ночам. Скоро не осталось ни одной, и цыплята больше не пищат. В Библии уставы и законы, их писали Божьи человеки, в смрадной жизни порции озона, чтобы не рухнуть в пропасти сослепу. Их рукой двигал Дух Святой, и рождали строхи главы книги. Повторяется история и виток, вновь чума неверия настигла. Дураки, закон уже размножен, торопитесь изучить и исполнить. Слово меч, скорее его изножен, не живите глупо в самовольстве. В Библии найдем ответ на все, все расписано по дням и по часам. Слово Божие нас кормит и пасет, в нем благословение и в жару роса. Кто не верит Божьим словам, вечному писанию иеговы? Дураки они, дурнее осла, им закон не писан, ни полслова. Разум испоганили неверием, страха Божия в глазу не порошинки. Поразбили окна и сорвали двери, потому в дому, как лист дрожите. Умница, кто к Богу припадет, к заповеди вникнет, в заповеди вникнет, будет совершенный. На душе метровый сгинет лед, беззаконно ты, дурак-отшейник. Игнатий Тихонович Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok